здравствуйте это программа особое мнение меня зовут александр плющев со своим особым мнением сегодня у нас александр баунов главный редактор карн герут добрый вечер добрый вечер давайте начнем с даты ну и события тоже есть это 50-летие ввода войск в чехословакию вот советских войск словаки на самом деле в чехии в словакии это очень большое событие мы сегодня делали оттуда различные материалы информационные а здесь как бы этого и нет как бы никто особенно не вспоминает и цветы к посольству мало кто приносит сегодня и государственных скажем так государственных мероприятий никаких нет вообще ну как будто этого вроде бы как и не было почему то есть 268 года в восточной европе и россия один в западной европе и сша другой и такое ощущение что каждый вспоминает чужой 68 год больше чем свой не вижу мощной рефлексии по поводу вьетнамской войны в соединенных штатах критические события которые пришли на 68 год по поводу сексуальной революции пиковые события может переломные моменты которые пришли 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 на 68 год какая сейчас сексуальная революция страшно вспомнить и не даже в европе не очень вижу серьезного разговора в той же франции о том что такое бы 68 год я может быть пропускаю но поскольку я читаю на разных языках и регулярно наверное есть отдельные публикации я уверен есть историки автора опедов но шквала публикаций массовой рефлексии интеллектуалов западных о своем 68 годе я не вижу и в россии я не вижу естественно по крайней мере на уровне больших мейнстримных сми наши рефлексии по поводу нашего 68 года хотя конечно интеллигенция в соцсетях и в тех карманах свободы слова где она высказывается эту тему обсуждает честно говоря ответ мне показался похожим стилистикой я имею ввиду на ответ ну например недавнюю интервью светланы хоркиной когда она на каждый вопрос ну почти отвечала что что в америке творится но это же интересные просто это глобальные 68 год глобальный феномен это же собственно этому проект миши за игорь посвящен который как раз разбирает 68 год в обоих полушариях в обеих европах на 68 год понятно чем 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 закончился он закончился развалом советского союза потому что корни развал советского союза 91 года несомненно который мы отмечали вот днями он 68 году потому что прага настолько напугала тогдашнее руководство что соскочить на реформистский путь уже никто не решился это было выведено из дискуссии очень быстро этому помогли конечно месторождение западной сибири нефтяные газовые откуда я только что прилетел вчера но 68 год конечно был такой интеллектуальной рамкой которые уже экономическим образом наполнили эти самые месторождения нефтяные газовые деньги и так далее то есть если у россии был момент когда у советского союза имеют был момент когда они могли перейти на условный китайский путь то есть начать раскрепощать экономику вот эти косыгинские реформы опять же конец которых мне кажется напрямую связан с тем что пережила советская система коммунистический лагерь в 68 году вот то этот вопрос был закрыт в тот момент почему не только там на государственном уровне эту дату не вспоминают кстати мы так и не выяснили почему нынешние то власти им то что собственно говоря до того почему они не обращают внимание на это получается знаете как с юбилеем семнадцатого года помните в ноябре мне кажется обсуждали ага вот и тоже такая дата как будто ну они мне сообщали об этом но логика довольно понятная это чужой нарратив где нет особенно выигрышных позиций у властей ну и зачем тогда собственно говоря открывать разговор на эту тему обоснованно имеется ввиду что за чужой что это одна из точек где память власти конкурирует с памятью скажем так интеллигенции а поскольку интеллигенция под людьми пишущими снимающими рисующими и так далее имеет некоторые преимущества в охранении передачи памяти то с ней конкурировать трудно ну вот поставьте интеллигенты и чиновник чиновник скорее всего в диспуте проиграет и если в по поводу семнадцатого года есть хотя бы сильное ну государство есть свои сми там я не знаю и свои наемные интеллигенции они снимают документальные фильмы да вопрос зачем зачем открывать тему если если у тебя нет ничего выигрышного семнадцатый год был условно открыт это был действительно тихий юбилей но это был юбилей потому что у власти все-таки была относительно сильная позиция вот смотрите к чему приводит нетерпение свободолюбивой общественности вот она не захотела потерпеть эволюционные эволюционного развития эволюционного пути к свободе получила тоталитарный режим который ежей перестрелял ну а по поводу шестьдесят восьмого года например такого нарратива нет а что шестьдесят восьмой год в общем с одной стороны это не российская федерация вводила войска в прагу и особенно защищать этот жест есть смысла нет но переходить к и опять же если начнешь защищать ввод войск прагу как-то особенно публичные настойчиво то получится что и вина твоя а так ты не защищаешь ну ты не виноват соответственно с другой стороны люди вот по опросу левады на большинство как относительно 36 процентов там каждый третий сказали что правильно сделали правильно тогда я думаю что это это вещи связанные во первых с относительно популярностью нашей власти если бы власть была не популярна но условно говоря как брежнев в каком-нибудь восемьдесят первом году то может быть и оценка была бы другой потому что никто особенно не хвалил афганскую интервенцию восемьдесят первом году но были люди которые говорили что без этого нельзя иначе там и так далее нато подступит с к южным границам про исламизм тогда почему-то меньше говорили но тоже наверное был разговор но в основном это была непопулярная история сейчас власть популярна любые действия государства со столицей москва центром принятия решений кремль в общем это некоторая одна государственная традиция даже если нынешняя власть не настаивает на том на преемственности к вводу войск прагу такая преемственность естественным образом обнаруживается его восприятие людей восприятие это интеллектуалов вот а дальше дальше возникает следующая вещь которые там они развалили наш блок то есть вот это собственно травмированное восприятие истории последних десятилетий она тоже задним числом делают наверное эту интервенцию популярной и еще добавляем неблагодарных восточных европейцев вот на которых конечно переносится я думаю что нынешние нынешний дискурс касающийся украины они такие же неблагодарные по отношению к советскому союзу как украинцы благодарные к россии мы там то сё мы их развивали мы их освободили от нацизма они значит восстали но и мы имели право и так далее вот ну вот не нет конечно у населения никакого чувства покаяния а у интеллигенции она есть но она безусловно опять же препарирована не знаю ну вернее она связана не столько опять же с рефлексии над прошлым сколько с борьбой в настоящем поскольку удобно в целях борьбы приписать ну как бы все репрессии да все войны и все все неприятные действия властям и соедините власти в некоторую одну непрерывную линию да неважно что был разрыв преемственности в девяносто первым в семнадцатом да все равно и черта оседлости шестьдесят восьмой год и сталинские репрессии все это дело русская власть это удобно сделать ну естественно предмет твоей нелюбви ответственным не только за его собственные действия но и за любые прошлые действия людей которые сидели там на троне россии видел точнее слышал поскольку это было нас в эфире некоторые не то чтобы аналогии но некоторые мостики к из шестьдесят восьмого года во вмешательство россии в украине в 2014 насколько об этом можно говорить ну масштаб разный совсем ну там была взята столица очень быстро здесь между прочим этот вариант до сих пор не исключается есть такие намеки намеки такие которые я думаю адресованы украинской властью и которые должны остановить на дальних подступах сценарий 2008 года то есть военного овладения донбассом сепаратистским что если это случится то речь пойдет 2014 да нет вот сейчас эти намеки датируются более позднего времени они буквально этого года может быть конца прошлого я точно не помню что речь пойдет о существовании самой украинской государственности вот это намек на то что тогда действительно вопрос будет стоять не о регионах о киеве сейчас мы прервемся ненадолго затем вернемся сюда с александром баунов и в этой программе у нас сегодня александр баунов из карнеги точка ру ну чуть-чуть раз об украине заговорили сегодня еще одна дата 100 дней голодовки олега сенцова она тоже она даже теми кто так или иначе поддерживает олега сенцова может быть не очень широко отмечается хотя проходят акции в разных даже странах и в той же чехии и в россии но тем не менее можно ли сейчас подвести какие-то итоги есть добился ли чего-то олег сенцов пока нет как мы видим да и есть ли какой-то хороший выход из этой ситуации я думаю что и соображение гуманности и соображение государственной пользы если с этой точки зрения рассматривать ситуацию конечно требует не подсказывают решение о том что его надо вернуть украинцам поэтому не вижу что в этой ситуации страна проиграет но в этой ситуации не вижу что в ситуации власть проиграет кроме естественно одного да это как бы поддаться давлению а поддаться давлению нельзя но мы понимаем что это давление не возникает в любой ситуации всякий раз не является одинаковым и так далее то есть людей которые способны и так сказать сформировать сам кейс да то есть начать там сопротивляться так как сопротивляется сенцов и вызвать такую волну поддержки ну опять же ситуация уникальна не любой российский заключенный даже в той или иной степени политический не обязательно вызовет такую же международную волну внимание и поддержки как вот сенцов или до него савченко например дело нового величия очень слабо замечены в европе и в америке нет посмотрите колонок по этому поводу так что если его держат из страха что теперь всякий так будет делать ну наверное кого-то это подтолкнет на путь большего сопротивления системе но в целом пока это остается уникальным случаем вот так что но если сенцова передать украине представить себе смерть сенцова в тюрьме что в общем не является невероятным учитывая срок голодовки и представить себе реакцию мировую не так трудно ну и спрашивается зачем да если сенцова как вы говорите передать украине то получится что и он не добился своей цели ведь он добивается своей голодовкой того чтобы отпустили тех украинцев несколько десятков более 40 человек которых здесь удерживают как он говорит по политическим мотивам да но это перестает перестанет история перестанет быть российской ну если он будет продолжать голодать в украине сказать это его дело по этому же поводу не знаю насколько они боятся что теперь все те люди которые так или иначе могут надо быть названы украинскими заключенными пленными политическими заключенными и так далее начнут делать то же самое мне кажется что ну еще раз говорю это все-таки сочетание обстоятельств характера и так далее не вижу смысла подходить с универсальным шаблоном очень простым не поддаваться давлению к каждому случаю мне кажется что опять же и гуманность и политическая целесообразность требует подходить каждому случаю индивидуально поговорим с вашего позволения российско-американских отношений с корпорацией microsoft в общем надо сказать очень всегда лояльны к российским властям работающие здесь на российском рынке заявила в лице своего руководителя брэда смит сказал что они то и дело пресекают атаки связанных хакеров связанных с российской разведкой сейчас была 13 атака они там создали фишинговые страницы республиканских ресурсов и заодно ресурса сервиса microsoft office 365 ну так вот перешло на ну перешло вот это обвинение на некоторый новый уровень если раньше россию обвиняли там в основном политики и какие-то неназванные источники спецслужб то сейчас это глава крупнейшей мировой айти корпорации одной из крупнейших мировых айти корпораций который кстати и работает в россии пока беспрепятственно что сейчас как ответит на санкции что это может означать а кстати же рассматривался в качестве ответа на санкции один из вариантов это запрет иностранного софта которыми является microsoft в то же время будет ли как будет ли этому какой-то развитие сейчас москва сказала мы ни при чем в очередной раз ну вот придаст ли это я не знаю какой-то новый импульс санкционной компании в соединенных штатах ну ты же специалист по по интернету да пойти вот я не очень то есть я уверен что наши специалисты государственной службы на прокси государственной службы то есть наняты опосредованно так или иначе могут это создать зачем они будут создавать не очень понятно но ну то есть что может чего можно достичь с помощью создания отлично фейковой страницы какого-нибудь республиканского института у американцев на этот счет есть кстати универсальный ответ теперь называется посеять хаос вот то есть если вы не видите точной логики ясной логики в действии приписываем приписываемом оппоненту а вы просто говорите он хочет посеять хаос смуту 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 да сеять смуту в умах или в интернете или оффлайн а политически вообще вот допустим у россии есть возможность повлиять на промежуточные выборы в сша а есть ну допустим допустим что она есть предположим неважно с хакерами не с хакерами как там по телефону кому-нибудь позвонить неважно есть зачем это нужно и что сделал сделала сделала бы россия путин ей что нужно чтобы республиканцы удержали большинство теоретически если если смотреть надо смотреть по кандидатам которые если бы если бы я был главой штаба тех людей которые вмешиваются промежуточные выборы ноября 18 года я бы посмотрел кто из кандидатов больше трампист или кто из кандидатов максимально антисистемен то есть либо человек который внутри сената создаст некоторое условное если не про российское лобби что довольно трудно себе представить но по крайней мере некоторый щит инициативам трампа или те кандидаты которые просто будут вносить некоторый разброд в деятельность конгресса потому же санкционному вопросу но в общем наверное вот так но я не знаю я по прежнему сомневаюсь в том что такие тонкие механизмы находятся в руках российских хакеров я вот уточню помните когда трамп то избрали и дума аплодировала маргарита симоньян собирался флагом ездить вот эти все помню овации сейчас что надо делать трампа укреплять или наоборот что трамп он наш или нет по-прежнему есть две две российские внешние политики в отношении америки и вообще в отношении запада одна из них больше того непонятно какая из них собственно является основной и у нее разные носители и это не только миротворцы и ястребы есть люди которые считают что трамп может быть серьезным другом и вообще говоря в америке есть некоторое количество политиков с которыми можно выстроить наладить отношения и это будет более терпимый более толерантный по отношению к россии запад и соединенные штаты и есть люди которые считают что это невозможно и бессмысленно единственная польза которой можно извлечь из того что происходит во внутренней политике западных стран америки в европе в евросоюзе это собственно дестабилизация запада это две линии соответственно под этим углом можно рассматривать любое любой контакт между россией и западом с одной стороны эти две линии между собой конкурируют противостоять они отчасти как две башни кремля они отчасти конкурируют в лицах отчасти они конкурируют в головах одного и того же лица ну то есть они совместимы да понятно если одно не вышло давай хотя бы другое если трамп не пророссийский президент то он хотя бы антисистемный президент который поставил нашу на уши американскую политику испортил отношения с союзниками и так как раз то что правительство брексита не является пророссийским но самое антироссийское британское правительство за долгие десятилетия но может быть с тетчер начиная тогда правда была антисоветская была антисоветская но не было антироссийская прекрасно с горбачевым дружил как мы помним даже антисоветская в этом смысле она не было скорее не знаю антибрежневска андроповская вот но но если не получилось если правительство брексита не не пророссийская то сама ситуация ну раскола внутри европейского союза ну ослабляет запад а запад в целом совокупный запад это российский оппонент вот поэтому любое событие можно рассматривать под этим углом начиная с промежуточных выборов и заканчивая саммитом не совсем понятно наш или нет трамп выступил сегодня и сказал что может санкции как-то начать убирать россии снимать если россия будет сотрудничать по сирии украине насколько слова эти пусты или наоборот многообещающие во первых трамп прежде всего американский тут нет никаких сомнений он прежде всего американский а во вторых то что он говорит не не неисполнимы просто потому что новые санкции и вообще даже весь массив санкций американским политическим классом воспринимается сейчас не как санкции за сирию украину кстати за сирию санкции не было в принципе до появления трампа а как санкции за трампа соответственно трамп не может обещать снять санкции поскольку они за него это за трампа россию наказывают сейчас в америке они естественно через запятую ставят и и крым и донбасс и сирию и и бог знает что и венесуэлу и может быть центральную африканскую республику теперь добавит но в действительности это за трампа и нет такой сирии и нет такой украины после которой после которой трамп выйдет из белого дома это зачем он это говорит ну он это говорит во-первых адресуясь россии показывая что ну сказать он по-прежнему верен не то чтобы верен да но он является нас не является носителем принципиальной вражды и принципиальный сторонником санкционной политики он может в принципе если ситуация сложится благоприятно в российском нейбоход вокруг россии санкции действительно снять с другой он конечно разделяет если твит будет прочитан внутри америки единственное возможность его проинтерпретировать в внутри америки это как еще одно напоминание что санкции наложено на путина не за избирательную кампанию не за то что президентом соединенных штатов является дональд трамп а за сирию украин не забывайте это не из-за меня это вот из-за того что россия наделала там в других местах александр баунов и мы продолжим с ним через некоторое время здесь александр баунов главный редактор карнинги.ру я начну эту часть с вопроса от слушателей точнее посетителя сайта москвы вот что он спрашивает александр как вам кажется президент путин еще сохранил шансы на мирный диалог с западом его боятся или скорее презирают как раз в контексте того что мы говорили про российско-американские отношения но этот сам этот вопрос задан внутри определенной перспективы что такое запад что такое власть что такое интеллигенция да нет такого человека по имени запад даже если был такой человек у него были бы разные настроения разные мысли и так далее есть ангела меркель с которой путин встречался сидел более трех часов разделяя общие заботы и тревоги она является западом или главный европейц сейчас не цип разжигла там премьер-министр греции главный европейц ясно что значит с главным европейцем как минимум мы сохранили он вернее да вопрос про путина чтобы не ассоциировать всегда с россией вот он сохранил очевидно и общие темы и желание разговаривать и темы для разговора или прекрасный танец на свадьбу министра иностранных дел австрии австрии не последняя по культурному значению держава европейская она конечно малая по нынешним временам и армия там не знаю несколько тысяч человек наверное нейтральная на в нато не входит но тем не менее это культурном смысле родины бетховена и моцарта то есть определенный диалог и так сохранять смотря смотря с кем ну да но с другой стороны даже ангела меркель с которой он сохраняет диалог даже германия имею ввиду она один из локомотивов санкций но европейских точно несомненно просто они устроены иначе чем нынешние американские но да просто понять в чем дело сама это как раз не какая-нибудь венгрия которая просит сама мотивация да венгрия просит но она понимает что в ответ на ее просьбы никто ничего не имеет нет критической массы критической массы может создать только там франция плюс или германия плюс можно себе представить такого французского президента который будет как австрийская да руководство отдельной области италии нет сейчас даже вся италия между прочим италия если бы она не была вторым должником в европе после греции и не нуждалась бы сильной немецкой поддержки вообще общеевропейской финансовой поддержки италия могла бы быть тем локомотивом снятия санкций потому что все таки это страна входит в десятку экономик крупнейших мира и она сочли основатель евросоюза это мейджор безусловно не такой как франция и германия но все-таки 60 миллионная страна с большой экономикой и один из основателей ес не сбоку припеку как англия всегда была вот прямо страна основатель но италия по экономическим причинам не может себе позволить такой фронды вот что там было у нас у нас там было что меркель хоть и говорит а да но санкции то сохраняются просто разговор диалог то может быть сущностным или поверхностным нет это не сущность из поверхности это другой диалог это диалог все-таки после развала ссср ну и нет вернее даже еще до с горбачевского времени хотя особенно после европа пыталась выстраивать диалог с россией как со страной которая будет рано или поздно или может быть уже еще немного чуть-чуть разделять общие европейские ценности то есть слушать ту же музыку что мы а теперь это диалог с богом данным соседом вот бог дал нам мы же не требуем китайцев чтобы они разделяли наши ценности не требуем просто главное чтобы привели себя прилично значит это бога дам богом богом данный сосед который оказался с нами рядом это не не отменимая данность только в состоянии крайнего нервного возбуждения и истерики можно представить себе исчезновение россии океан на ее месте какой-нибудь там скорый и скорый вот на нашем веку может быть там вот 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 бескорее и безвозвратный коллапс даже сколлапсировавшаяся россия все равно собиралась через некоторое время становится россии вот и продолжала быть более-менее тем чем она была поэтому это совсем другая история это не про то что вы такие же как мы поэтому вам должна нравиться такая же музыка как нам да а про то чтобы вы включали вашу музыку в 11 это о совместном проживании они об общих вкусах поэтому ангелы меркель имеет бесконечное количество общих тем и желание разговаривать с путиным но это другой тип разговора чем до условно говоря крыма хорошо это разговор о том чтобы чтобы не мешать друг другу категорически да вот именно о том чтобы выключать музыку в одно и то же время а ее громкости но не о не о ее качестве ну да понятно некоторое такое разграничение у соседей по участку бывает раз про свадьбу затронули ну уж и поговорим сейчас зачем путина пригласили на свадьбу и вообще насколько это такая распространенная практика главу государства там взять пригласить на частные мероприятия поскольку вы александр понимаете в дипломатических я пытаюсь вспомнить я пытаюсь вспомнить случае нет на частные мероприятия безусловно приглашают и довольно часто например то тот же путин и берлусконе бывал часто в качестве частного гостя не обязательно правда на свадьбе но на каких-то других частных мероприятиях нет это вполне распространено больше того когда гость не так заметен и не так дискуссионен это и не обязательно обсуждается ну вот я например помню кстати говоря что кто-то из французских министров и чуть ли не не премьер был в гостях в тунисе бен-али совсем незадолго до того как в тунисе же началась арабская весна частный визит частный визит просто вот в гостях так что нет так бывает зачем она его позвала это интересно потому что это очень франдерский жест это это сознательно вызывающий жест но мы понимаем что как в как в италии так и в австрии сейчас не совсем типичное правительство это правительство ну условно говоря новых правых то есть это людей это люди которые точно так же как трамп как итальянская коалиция как некоторые скандинавы но скандинавы несмотря на всю свою вот эту антисистемность не зовут владимир путин тем не менее есть в европе те силы которые недовольны леволиберальным консенсусом политическим или не знаю политико-журналистским который руководил западным миром с ну с конца советского союза примерно там со времен не знаю клинтона президента клинтона поэтому вот это наверное признак того что мы мы другие европейцы чем вы да мы не обязаны подчиняться вот тем установкам которые выработаны были в 90 и в первые десятилетия нового века ну такой жест а может он еще просто понравился по-человечески по немецки говорит а это может быть связано с какими-то соображениями популяризации правительства отдельного члена правительства от министра иностранных дел я думаю что это еще связано да несомненно австрия кстати говоря само австрийское население я думаю что большая его часть не вся этот жест оценит потому что австрия совершенно иначе встроена в европейскую историческую память чем германия хотя и та и другая части рейха но австрия вовремя соскочила вовремя в том смысле что когда советские англо-французско-американские союзники брали австрию она еще была вполне себе часть рейха но непосредственно после войны она довольно быстро перекрасилась в первую в первую жертву рейха при том что англо-французско был при поддержке абсолютного большинства австрийцев но после войны они не разделили вот то той глубины общегерманского покаяния за войну за участие в войне которая наблюдается непосредственно федеративные республики германии вот поэтому австрия настроена гораздо более консервативно так сказать более право ну и тем более что политики именно этого толка пришли сейчас к власти там а путин вроде бы друг таких вот любителей старой европы так что и он в этом в этом поехал на свадьбу потому что он поехал на свадьбу потому что оправдалась его теория о том что на самом деле народы европы не любят свои элиты и иногда кстати как народы америки и иногда благодаря демократии их подлинная народная воля европейцев и американцев все-таки прорывается и вот президентом становятся люди вроде трампа или австрии возглавляет партии вроде партии свободы или марин ли пен занимает второе место и вот австрии или или в италии складывается коалиция тех которые называют популистами в общем в австрии оправдалась его теория о том что элита в европе вообще элита на западе не равна народу не важно что пишет газета важно что мы простые люди а простые люди думают на самом деле примерно как русские простые люди то есть как он сам и вот это конечно ну дружественное в этом смысле если не страна то по крайней мере правительство да и страна пожалуй тоже потому что это вот тот случай где страну возглавило правительство народ возглавил правительство выражающие его чаяния конечно страну поедет если по западу если позовут вы заметили что меркель кстати не пригласили да хотя это братская германия один язык один народ почти там дальше заговорили что может он и к шрёдеру поедет правда в кремле скажу что планов таких нет вот что раз уж поехал по свадьбам то может быть и вот герхарду за и может и поедет просто это не будет таким событием ну да это все-таки действующий политик западного государства члены ес опять же нато дни нато не причем да все таки австрия несомненно западная но при этом нейтральная военно-военном смысле государства спасибо большое я благодарю на александр баунова главного редактора карна герву за наши на за наши диалоги единственный вопрос который мы сегодня не успели обсудить может за минутку успеем это про подписание военного соглашения с центральной африканской республикой центральная африканская республика это у нас кстати был большой разбор африканистов на сайте это несомненно фейл стейт который развалилась давно на кучу кусков где раба где стоят войска оон тратящие гигантские деньги без всякой эффективности и в этом смысле приглашение россии для того чтобы тренировать правительственных военных но эта штука которая одобрена одобрена он да это не является некоторой тайной спецоперации меня все-таки вот эта тревожная музыка на на фоне любого упоминания россии иногда иногда смешит потому что ну вот была прекрасная центральная африканская республика и тут пришли русские все испортили да это ровно тот случай когда портить точно нечего когда натренируете вы несколько военных или не тренируете хуже не будет скорее были даже лучше спасибо большое александр баунов из карнагиру был сегодня гостем особого мнения спасибо что александр баунов